Зомби-шутер CSI Hard Evidence Авторы по-прежнему не могут побороть главный недуг всех игр этой серии Линейность Калпе и Нате Настоящее киберпанк-приключение Если только вы сможете смириться с диковатым внешним видом Алоха, братья мои геймеры С вами снова Фак и я, Андрей Воробей Фак — это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, переходим к делу Аркадные игры — одна из самых развивающихся ниш в игровой индустрии на данный момент Лучшим тому доказательством является появление таких игр, как Assault Heroes, Power Rangers и Monster Jam О которых мы рассказывали в прошлых выпусках Сегодня речь пойдет о зомби-шутер Сиквеле легендарной мясорубки в духе старой школы Alien Shooter Убирайте детей и стариков от экранов Будет жарко Сюжет зомби-шутер ни в коей степени не претендует на оригинальность В ходе очередных экспериментов группа каких-то сумасшедших ученых Что-то пошло не так И вся научная группа превратилась в зомби В точном соответствии с канонами Голливуда Зомбики поперезаражали близлежащие населенные пункты И в перспективе та же участь грозит всему человечеству Естественно, только главные герои или героиня Отданные под наше начало Способны отвести этот удар судьбы и спасти всю планету Системные требования игры таковы Процессор на частоте 1,2 ГГц 256 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти А также 100 МБ на жестком диске Игровой процесс зомби-шутер в режиме кампании прост и понятен даже ребенку Мы шаримся по уровню Отстреливаем любые движущиеся объекты по принципу Убей их всех, а Бог потом разберет своих Решаем нехитрые логические задачки А-ля нажми эту кнопку, чтобы открылась та дверь И собираем всевозможные вкусняшки Раскиданные по карте Помимо кампании доступны еще два игровых режима В режиме Survive мы оказываемся на какой-то затерявшейся в поле дороге И со всех сторон прут толпы зомби Которых нам надлежит отстреливать В режиме Gunstand мы управляем стационарной пушкой Окруженной бетонными блоками Наша оценка геймплея 5 баллов При разработке зомби-шутер был использован бежок первого Alien Shooter Который давным-давно устарел Взрывы недостаточно красочные А пятна крови так вообще на деле оказываются спрайтовыми Плохо, очень плохо Наша оценка графического оформления 2 балла Спецэффекты в игре ничем особенным не выделяются А вот в качестве музыкального сопровождения Использованы ремиксы на треки из Alien Shooter Наша оценка звука 4 балла Зомби-шутер Зомби-шутер фанатский проект Рассчитанный в первую очередь на поклонников обеих частей Alien Shooter В новой волне геймеров, привыкшей к высокотехнологичным проектам Он может показаться анахронизмом Что для вас важнее, решайте сами И именно этот выбор определит ваше отношение к игре Наша общая оценка зомби-шутер 4 балла Зомби-шутер, как и его предшественник Подкупает в первую очередь количеством трупов и крови на квадратный сантиметр экрана Особенно это заметно на высшем уровне сложности У кого-то это вызовет отвращение А у многих восторг и азарт Игры всякие нужны, игры всякие важны Не всем же по душе белый и пушистый Sims А теперь настало время для ваших вопросов и наших ответов по игре зомби-шутер Первый вопрос В режиме Survive я перестрелял всех зомбиков Набрал около 250 тысяч очков И новые волны врагов не появляются Неужели я перестрелял всех мертвецов? Отвечаем Нет, это ошибка игры, которая справляется патчем 1.1 Доступным на официальном сайте Режим Survive теоретически бесконечен Следующий вопрос В режиме Gun Stand действие атомной бомбы очень ограничено И не убивает всех врагов на экране Можно ли как-то увеличить радиус ее действия? Отвечаем Нет, атомная бомба в Gun Stand никак не апгрейдится Чтобы убить как можно больше врагов Подпустить их поближе к бетонному ограждению Но не переусердствуйте Так как без бетонного забора Шансы выжить стремительно приближаются к нулю Следующий вопрос Есть ли в игре какие-нибудь секретные уровни или персонажи? Отвечаем Нет, в этом смысле Зомби-шутер очень линейная игра И скупа на всякого рода пасхалки Калпе Эннате Долгожданный бальзам на душу всех любителей киберпанка Для тех, у кого название Blade Runner, Deus Ex и Omicron, The Nomad Soul Вызывают какие-то дивные метаворфозы в мозгу Отключаясь от всего окружающего Эти люди подходят к окну И с блуждающей задумчивой улыбкой Долго смотрят сквозь капли дождя На неоновые вывески мегаполиса Смотрим! В конце 90-х любили говорить, что квесты умерли Именно тогда вышли такие жемчужины, как Grim Fandango И Escape from Monkey Island Вдумчивые, неторопливые, приключенческо-загадочные игры Практически сошли со сцены К счастью, не навсегда В 2005-м вышла интерактивная драма Фаренгейт В 2006-м глубокий, мрачный квест Шорох В 2007-м Тони Ток 2 The Rake's Progress Simon the Sorcerer 4 The Chaos Happens А под занавес года Калпейнате Технологический гости из прошлого С сюжетом из будущего Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти 256 МБ видео А также 4 ГБ на жестком диске Сюжет организован очень приятно Совсем скоро становится ясно Что простой детективщиной История не ограничивается Все гораздо глубже Задачки, возникающие в процессе игры По большей части бытовые и логичные Наша оценка геймплея 5 баллов На дворе эпоха Next Gen А тут максимальное разрешение 1024 на 768 Размытые текстуры Угловатая архитектура И вообще никаких меняемых технологий Поэтому будем справедливыми И поставим за графику всего 2 баллов А вот озвучка оформлена вполне качественно В чем вы сами можете убедиться Наша оценка 5 баллов Калпейнате Калпейнате создавалась 5 лет турецкими разработчиками И вышла на первый взгляд Неказистой простушкой Но главное в Калпейнате Калпейнате не внешняя оболочка А внутренняя красота Наша общая оценка игры 5 баллов Главная проблема Калпейнате Ее бюджет и общая бедность исполнения Разработчикам явно не хватило Вкуса, денег и приезжания Сегодня, когда мир увидел Как минимум Фаренгейт Выдавать за инновационный квест скверный спектакль С участием пучеглазых бревен По меньшей мере неприлично Именно по этой причине Калпейнате Уготована судьба маргинального Узкоспециального события И очень жаль Случись все немного по-другому Мы бы получили новый Блейдраннер Первый вопрос Как шпилькой замок открыть? Открываю косметичку Выбираю шпильку левой кнопкой мыши А что делать дальше? Отвечаем Скорее всего ты взял не ту шпильку Попробуй другую А вообще последовательность действий такая Наклоняем шпильку два раза вверх Один раз вниз Один раз налево И один раз снова вверх Замок будет взломан Следующий вопрос Что делать с электронным дневником Из тайника в магазине? Вроде надо шефу отдать Но феникс боссу не идет Отвечаем Ты сможешь отдать этот дневник Во время следующей беседы Которая будет по сюжету Следующий вопрос Помогите пройти загадку в метро Там стена с текстом На который нужно правильно нажать буквы Отвечаем Эта загадка становится доступной Только когда вы вобьете все цифры В киоске номер пять Смотрим на стену сообщением Смотрим на стену сообщением Нажимаем буквы П И Эй Си И Соответственно из слов Сферикл Нейве Эквейшн Конс А Откроется проход за стеной Смотрите во второй части программы Ио Эта игра вполне сможет стать пособием Для многих начинающих разработчиков Си Си Харт Эвиденс Авторы по-прежнему не могут побороть Главный недуг всех игр этой серии Линейность Смотрите во второй части программы Си 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 Харт Эвиденс Авторы по-прежнему не могут побороть Главный недуг всех игр этой серии Линейность Ио Эта игра вполне сможет стать пособием Для многих начинающих разработчиков Игровая индустрия продолжает осваивать новые территории В то время как уже ни один уважающий себя киноблокбастер Не обходит стороной мониторы наших с вами компьютеров Интерактивные телевизионные проекты все еще большая редкость Но похоже пришел и их черед Детективный сериал CSI продолжает серию своих адвенчур новой игрой Харт Эвиденс Которая на российском рынке получила название «Отягчающие обстоятельства» CSI Популярные телевизионные зарисовки из жизни криминалистов Вот уже который раз довольно успешно переезжают на мониторы В виде интерактивных расследований Пару серий назад Юбисофт вместе с Telltale Games Перевели игру на трехмерный движок И на этом, очевидно, решили успокоиться Судя по пятой части, по крайней мере По большому счету Каждая новая серия CSI Это просто набор новых расследований и новых инструментов Создатели много сил вложили в диалоги Подозреваемые постоянно юлят Говорят неправду Одним словом, скелет шкафу спрятан почти у каждого Кто проходит по делу Абсолютно невинных людей в Харт Эвиденс нет И почти каждому персонажу есть что скрывать Рекомендуемые системные требования Процессор с частотой 2,4 ГГц Гигабайт оперативной и 128 МБ видеопамяти На жестком диске CSI Харт Эвиденс займет 2 ГБ Игровой процесс сводится к тому, чтобы обыскать очередную локацию Затем в лаборатории сравнить найденные улики и отпечатки с теми, которые хранятся в базе И опросить всех, кто так или иначе связан с делом В итоге преступление оказывается раскрытым без малейших умственных затрат со стороны играющего Тройка за геймплей Игра по-прежнему пугает не тем, что нарисовано А тем, как это реализовано Двойка за внешний вид Если у вас учащается пульс при виде знакомых персонажей То Харт Эвиденс, конечно, доставит отдельное удовольствие Тем более, что всех героев озвучивают соответствующие телевизионные актеры Четверка за звук Авторы по-прежнему не могут побороть главный недуг всех CSI игр Линейность Здесь нельзя по ошибке арестовать другого И здесь нет места хитрости Тройку получает сегодня игра CSI Харт Эвиденс Знаете, нелинейности сюжета в самом деле не хватает Ощущение такое, что тебя за твои же деньги Заставляют сто раз кликнуть мышкой Чтобы посмотреть следующую сцену из очередной серии CSI В таком случае куда проще делать это бесплатно При помощи всего одного нажатия кнопки пульта телевизора Но любители детективных квестов не оставили нам выбора Просто завалили редакцию письмами с вопросами по прохождению Вашему вниманию ответы на самые частые из них Вопрос Мне принесли видеокассету На ней машина, в которой был найден труп водителя, останавливается на перекрестке Но разглядеть пассажира не удается Что делать? Ответ Посмотрите внимательнее Когда такси остановилось, пассажир указал водителю рукой, куда ехать А на плече, если увеличить изображение, можно заметить небольшую нашивку Точно такую вы найдете в доме одной из подозреваемых И дело будет раскрыто Вопрос Я обыскал машину, но напарник говорит, что мы что-то упустили Какую еще улику я не нашел? Ответ Возьмите фонарик и посветите на заднем сидении Там вы найдете спичку Аккуратно подберите ее пинцетом и опрыскайте специальной жидкостью Которая поможет выявить отпечатки пальцев Таким образом, вы выйдете на главного подозреваемого Элизабет Сандерлан Которая пыталась сжечь машину и скрыть все улики Вопрос На земле я нашел чей-то след Что мне с ним делать? Ответ Необходимо сделать слепок Для этого залейте след специальным пластиком Затем отправляйтесь в мобильную лабораторию Там вы сможете сравнить отпечаток с различными подошвами из криминалистической базы данных Таким образом, станет ясно, каким именно ботинком принадлежит этот след Продолжая тему аркад, начатую в начале программы Отметим тот факт, что не все разработчики идут по пути меньшего сопротивления И используют ходы, проверенные временем и целым поколением игроков Так неординарно поступили ребята из Atman Software Выпустив в свет свой проект ИО, о котором сейчас пойдет речь Действие игры ИО происходит в не слишком далеком будущем Когда корабли человечества бороздят еще не бескрайние просторы Вселенной Но уже вполне свободно рассекают по родной Солнечной системе На исследовательском судне Наутилус-114 Близ луны Юпитера ИО Случилось какое-то несчастье С ним была потеряна связь и судьба его очень туманна Чтобы разобраться в ситуации, на корабль высылают главного героя игры Нортона Которому помогает робота-друг Нет Системные требования игры таковы Процессор на частоте 1,3 ГГц 256 МБ оперативки 128 МБ видеопамяти И 400 МБ на винчестере Игровой процесс ИО состоит из смеси Поинт-энд-клик шутера и стелс-операций в духе старой доброй Данжероу Стейв В игре нет сохранений И это, безусловно, отпугнет многих игроков Однако у главного героя множество приспособлений, чтобы отвести от себя опасность В их число входят радар, ночное и термальное видение, технология невидимости и всевозможные примочки для оружия По заверениям разработчиков, игроки, замороченные на быстром прохождении, используя свои ниндзя-навыки, способны пройти эту игру за час Наша оценка геймплея — 4 балла ИО использует собственный графический движок И если учитывать, что над игрой работали любители, он выдает более чем качественную картинку Больше всего поражает работа с тенями и скрупулезность, с которой выполнены модели главного героя и зупостатов, наводнивших корабль Пиротехника и эффекты при использовании ночного и термального видения также смотрятся очень реалистично Наша оценка графического оформления — 5 баллов Все в ИО от начала до конца самописное, в том числе музыка со спецэффектами Именно под этим флагом мы оценивали звуковую составляющую игры И на наш взгляд она достойна высших похвал Наша оценка звукового сопровождения игры — 5 баллов ИО — очень необычная игра Она вполне могла бы выйти из-под пера какой-нибудь поднаторевшей в игростроении конторы И как-то не укладывается в голове, что игра была собрана чуть ли не на коленке Группой никому неизвестных игровой индустрии людей ИО вполне может стать хрестоматийным пособием для многих начинающих разработчиков Честь ему за это и хвала Наша общая оценка игры — 5 баллов Самая чарующая в ИО — это пресловутая трёхмерность уровней Втиснутая в платформенную аркаду, которая, как правило, всегда была ограничена двумя степенями свободы Псевдо-трёхмерность в таких играх мы видели уже не раз Но ИО поднимает планку архитектуры аркад на новый уровень Добавьте сюда мистический сюжет и множество графических изысков И получите, если не хит, то революцию в жанре точно А теперь наши ответы на ваши вопросы и советы по прохождению Первый вопрос Как бороться с отсутствием сейвов? Я очень быстро умираю Отвечаем ИО — очень короткая игра И при грамотном прохождении сейвы вам не понадобятся К тому же по ходу прохождения вам будут встречаться так называемые стимпаки Целиком пополняющие здоровье, а также мотосода, восполняющая 20 единиц здоровья Будьте аккуратнее и не брезгуйте пользоваться невидимостью, скрываться в тенях и вести прицельный огонь по врагам с дальних дистанций Следующий вопрос Иногда я слышу звуки чьих-то шагов, но никого не вижу Даже на радаре Что это? Отвечаем Вы — один из тех редких людей Которые призваны наводить мосты между мирами И разговаривать с душами умерших Если серьезно, то это баг-грид Который будет исправлен в ближайших патчах Следующий вопрос Мой персонаж движется слишком медленно и никак не хочет бежать Как быть? Отвечаем Убедитесь, что вы не находитесь в режиме красца За который по умолчанию отвечает ролик мышки Но и постоянно носиться по уровню в режиме бега грозит большими неприятностями с обитателями наутилуса 114 Ио все же больше стелс-шутер, нежели игра класса Kill Em All и Time Live На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей и это был Фак И тот, кто нас не смотрит, тот пропускает самое интересное в мире компьютерных игр Заходите в форум на сайте musdefistv.ru Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok